Уважаемые любители моих роликов и моих книжек, мы начинаем такое медленное всплытие из нашего и самоизоляции, которое, конечно, начинает сказываться на наше повседневное поведение и жизнь. Для меня представляет огромный интерес это явление как эволюционный процесс, поскольку во времена перемен или жестких условий существования все эволюционные процессы, особенно процессы искусственного отбора в больших человеческих сообществах очень обостряются. По этой причине мы сегодня чуть-чуть поговорим не просто о всплытии, но о тех последствиях, которые вызываются такими катастрофическими событиями, ну, как, например, коронавирус, который произошел. Тут плодов очень много. Ну, самые очевидные плоды – это научные. Я с крайним удивлением для себя узнал много нового и неожиданного совершенно. Ну, например, о том, как ученые-мужи, соответствующие званиями и степенями, объявляют о том, что вирусная природа лежит, видимо, в основе и шизофрении. То есть это прекрасно. Я понимаю, как хочется психиатрам присоединиться к исследованию коронавируса, учитывая эти суммы, которые на это выделяются. Это понятно. Более того, тяга к поискам вирусной природы не обошла эндокринологов. Уже серьезные ученые-мужи, главные научные сотрудники некоторых институтов, объявляют о том, что диабет, он тоже оказывается вирусной природы. Как хочется денег. А ковидовских денег так много, так хочется изучить с этой позиции и диабет, и шизофрению. Ну, и самих ковидских больных, конечно, подлечить с помощью стволовых клеток. Сами понимаете, без этого не обошлось. Однако, эти полушуточки, полуиздевательства, к сожалению, к реальности имеют очень косвенное отношение. Это, так сказать, желание. На самом деле, плоды достаточно понятны. Понятно, что здесь действует огромная политика, и то, что мы реальной ситуации. Мы знать не будем очень долго, как, собственно говоря, не будем очень долго знать о том, какие противоядия разрабатываются, кем и как, и самое главное, как проверяются. Что говорит о том, что надо держать ушки в остро, потому что как бы здесь чего не вышло. Не все профилактические средства и защитные настолько хороши, что люди выживают, остаются нормальными. Будьте внимательны. Но самое главное – это удивительный расцвет компьютерных технологий. Системы слежения за людьми, нарушающие самоизоляцию. Системы отслеживания автомобильных номеров. Системы выпуска специальных пропусков, которые должны были охватывать миллионы людей. Ну и финальная идея о том, что надо всех построить по стойке смирно и перевести, взять на бухгалтерский учет, показали удивительные результаты. Тут дело похлеще, чем СНН. Оказалось, что весь хваленый искусственный интеллект, несмотря на колоссальные деньги, вбуханные в этот процесс, не дал ничего. Системы, собственно говоря, практически не работают. Сейчас из-за этого отменяют штраф. То есть для нас глобально очень важно, что люди, которые обещали нам искусственный интеллект и тотальный контроль, оказались некомпетентными абсолютно. А система подходов к решению этой задачи искусственного интеллекта оказалась чисто бумажным тигром. То есть люди просто-напросто вводили в обман также деньгодатели, как и в свое время, развели доброго Трампа. То есть иначе говоря, компьютерные вот эти махинаторы, они, к сожалению, только обещают и ничего не делают. Та система, которую они обещали контроля и интеллектуального управления самонадзором за гражданами, она полностью провалилась. Это понятно. Это плюс, что говорит о том, что сам подход, вот этот, который осуществляется, примитивнейший, арифметический, он не работает. Наращивание мощности и, так сказать, псевдо-самообучающиеся системы не работали и работать не будут. Конкретное приложение в очень простой ситуации показывает, что оно не рабочее. Значит, теперь двигаемся дальше. А раз этого не удалось, есть очень большое следствие. Дело в том, что вот эта система контроля и надзора по принципу внимательно считать, записывать, держать и не пущать, ну, то, что осуществляется, в первую очередь, в налоговой системе, она не работает, а осуществлена быть не может. А для чего она запускается? Она запускается для того, чтобы сохранить старую конструкцию искусственного отбора головного мозга людей. То есть, отбор людей по старым принципам. Ну, я вам говорил, какие ценятся, когда приглашают преданных, а потом начинают с них требовать, как с умных. Не получается. Вот поэтому система не работает. То есть, попытка современными методами сохранить старую систему искусственного отбора, то есть, ту самую финансово-экономическую олигархию, которая существует на сегодняшний день во всем мире, но сдает свои позиции, она не получилась. А раз не получилось, то последствия будут другие. Сейчас придут другие люди, которые будут с помощью других методов осуществлять искусственный отбор уже в свою пользу. «Ребята, вам пора собираться». Ну, а следствие, как всегда, печальное. Дело в том, что понятно, что пятачки одни и те же все время. То есть, мы с вами. И обнищание, к сожалению, идет полным ходом. И я тоже теряю возможность пить вкусный чай и заправлять машину бензином. И многие другие. В том числе, это коснулось и самого неприятного. Для меня это издательской. Деятельности, связанной с моими, так сказать, спонсорами, инвесторами. Потому что книжки сейчас будут очень плохо продаваться. Потому что, ну, какой смысл читать мои книжки? Их не надо читать. Потому что они предполагают, что человек, прочитав их, сможет как-то подействовать на свой мозг. Сможет как-то изменить свою жизнь, поглядеть другим взглядом на себя. Попытаться понять, как происходит искусственный отбор в человеческом обществе. И хоть чуть-чуть в него вмешаться. Остановить это безобразие, которым с ним самим происходит. Вот это вмешательство будет очень трудно осуществить. Зачем читать книжки, если нет средств для того, чтобы поправить свои интеллектуальные возможности. Воспитать, соответственно, своих детей. Ну, зачем? Абсолютно не нужно. А средств не будет. И вот поэтому, конечно, перспектива издания новых книг очень велика. Там остались какие-то старые, еще можно что-то купить, но с перспектива переиздания она резко снижается. Это печальная история. Меня, конечно, расстраивает. Но, с другой стороны, я тоже могу понять, при обнищании требовать что-то, тратить достаточно приличные деньги на мои книги, это было бы, в крайнем случае, слишком большим нахальством. Но, таким образом, у нас смена социальной системы налаживается, идет полным ходом. И в ближайшем обозримом будущем она перейдет уже в свою, так сказать, активную фазу. Поскольку попытки такого реинкарнации, скажем, старой системы искусственного отбора не удалась при всех, так сказать, мелких успехах, которые были достигнуты, никто не спорит. Я думаю, что в ближайшее время дело пойдет повеселее, поактивнее, поскольку слишком много людей оказались на грани выживания, и, к сожалению, ничему хорошему это не приведет. Поэтому я вас прошу набраться терпения и постараться сориентироваться в этом новом мире с новыми принципами искусственного отбора, которые будут осуществляться вокруг нас в ближайшее время. К сожалению, они не будут безболезненными, я это многократно описывал, но, тем не менее, это будет хотя бы отчасти справедливо. Надеюсь, что так и будет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok